Всем привет! Почитала я, значит, поправки, которые внес президент в Государственную Думу, Конституцию. Ну, что могу сказать по поводу поправок? На первый взгляд, как будто бы ничего, такие поправки нормальные ограничивают права президента во многих вещах, отдают больше власти парламенту. Это все хорошо, без сомнения, я за, когда один человек не может решать судьбу всего государства, а когда количество людей принимает, чем больше, тем лучше, количество людей принимает участие прямое в обсуждении всех вопросов, касающихся жизни общества в государстве. Вот, и почитала второй раз, и тогда уже поняла, в чем здесь подвох. Значит, конституции поправки, вот эти, которые президент внес, они утверждают в стране новый орган, который будет называться Государственный Совет. Это орган взаимодействия между законодательной и исполнительной властью в России. Ну, по сути, как-то так, вот я могу сказать, возможно, даже и судебной. Возможно, некий орган над органами, вот такой, потому что, почему я говорю возможно, почему? Потому что конституции в поправках в этих никак не прописаны полномочия этого самого Госсовета, а только указано, что все полномочия будут регламентироваться федеральным законом. Ну, это федеральные законы, это вообще отдельная песня. В нашей стране целый ряд федеральных незаконных законов, тех самых правовых актов, которые прямо нарушают конституцию, которые невозможно, понимаете, конституция – это как Библия, как Коран. Нельзя трактовать. Вот как написано, так и читаем. Все, без всяких вариантов. Как только начинают трактовать, искать какие-то там новые смыслы, возникает обязательно вот такая ситуация, как сейчас у нас в стране, с удержанием, захватом власти. По моему мнению, это так. Значит, этого нет в этих поправках. Что вообще, на что будет иметь право Госсовет, какие у него будут обязанности, этого ничего не понятно. Ну, и кроме того, очень мне не понравилась вот такая вот поправка, что федеральные законы, значит, на рассмотрение в Конституционный суд, на соответствие будет вносить президент. То есть, зная наши, как бы по Конституции, по нашей, любой гражданин может в Конституционный суд поставить любой вопрос. Любой. Будь то федеральный закон или правовой акт, любой. Но, если вот такое слово они туда вписывают, я боюсь, что у нас право обращаться в Конституционный суд по вопросам соответствия федеральных законов на Конституцию, отберут просто. И уже не я, никто другой, мы не сможем в Конституционный суд направить вопрос о том, соответствует ли данный федеральный закон Конституции или нет. Это мне очень не нравится, и я считаю, что тут главная опасность, по моему мнению. Потому что в любом случае вводится новый орган в стране, управление, новый орган власти. И не ограничить, не прописать права и обязанности в Конституции, ну, это вообще, знаете, как преступно глупо. Потому что федеральный закон, у него одни нормы принятия, у поправок федеральных законов одни нормы принятия, у поправок Конституции другие. И нельзя полномочия органа вот так определять только федеральным законом. И, кроме того, вот меня очень волнует право на обращение в Конституционный суд граждан Российской Федерации, не только президента, а всех граждан. Это наше, нельзя отбирать никак. Против этого я, конечно, буду выступать против, однозначно. И я слежу за развитием событий, как это все дальше будет происходить. На данный момент я буду готовить петицию к местным депутатам, которые входят в Государственную Думу, которые входят в парламент Кабардино-Балкарии. Ко всем этим депутатам я в ближайшее время буду готовить петицию с требованием не принимать такие поправки, потому что никак нельзя этого, нужно поправки эти доработать обязательно. Если они хотят такие поправки вносить, полностью прописать полномочия Совета Безопасности, или как он там, Государственного совета, как его обзывают сейчас, Путин назвал. Вот, и обязательно вот этот пункт, значит, что президент, запятая, не только президент, а все остальные граждане также имеют право обратиться в Конституционный суд и поставить вопрос о соответствии федерального закона любого Конституции. Иначе быть не должно. Вот, что думаете вы? И делитесь в комментариях, мне тоже будет интересно почитать, как вы считаете, читали эти поправки или нет. Они уже есть в общественном доступе, в интернете, вполне их любой может найти и почитать, там немножко, буквально там три странички. Вот. Ну все, всем пока. И да, еще, кстати, я хотела бы похвалить нашу прохладненскую полицию. За последнюю неделю мне двое разных людей похвалило работу наших полицейских. Молодцы ребята, что не позорите наш город, что служите народу Российской Федерации в соответствии с законом. Большое вам за это спасибо. Продолжение следует...